Значит, это детская народная песня, под нее хорошо маршировать в детских садах и санаториях, потому что она написана в маршевом ритме. Вот, потом там есть персонаж один, которому я потом продлил жизнь, вернее, я ему написал биографию, это персонаж называется Попугай. Вот, здесь он уже разговаривает, это Попугай. А в другой песне, написанной для Алисы в «Стране чудес», Попугай, который потом стал пиратом, он еще в таком диком состоянии. Так что у меня есть возможность своих персонажей оживлять, писать им биографии, и это страшно интересно. Я вам рекомендую заняться авторской песней, тогда вы увидите, как это интересно. Ну и так, значит, песенка не про что или что случилось в Африке. Желтой шаркой Африки, центральной ее части, как-то вдруг в ней графика случилось, и счастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу, в общем-то, а ведь жираф любил севареньки лопу. Кто-то поднялся, как грешил лайк, только старый Попугай громко крикнул из лидерей. Жираф большой, яму видней! И что же, что рога у ней? Кричал жираф любовно. Нынче в нашей пауле равны все пороговно. Если вся валера дня будет ей не рада, Не тяните меня, я уйду из стада. Кто-то поднялся, как грешил лайк, только старый Попугай громко крикнул из лидерей. Жираф большой, яму видней! Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что в лобу, все едино. И жирафом взять крючить, гидали астолопа. И ушли в бизонах жить с жирафом антилопа. Папу поднялся, но дешевый лайк, только старый Попугай громко крикнул из лидерей. Жираф большой, яму видней! Желтый жарко, я припи, не видать и дерьми. Льют жираф жирафикой, слезы трокодильные. Только горе не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь, замуж за бизона. Пусть жираф был не прав, но динопин не жираф, А тот, кто крикнул из лидерей. Жираф большой, яму видней! В общем, виноваты, как всегда, провокаторы. Это вообще песня, если для детей, я ее тогда называю песненькой не про что. А если для взрослых, тогда осмешанных братов. Вы знаете, я по поводу некоторых песен иногда сам меняю отношение к людям. Написал, а потом вдруг думаю, что же я написал, а сам... И вот, например, по поводу прежней песни, которую я перед этим вам спел, Про переселение и душ, я действительно иногда вот смотрю, Думаю, что это бежит собака. Думаю, может она пес какой-то. Раньше был, может быть, таким бродячим музыкантом, верно? Или смотришь на кошек, они, может быть, были такими дамами определенными. Так что... Вот, уже, значит, любовь к животным вырабатывается. Короче говоря, значит, поехали еще дальше, еще поюжнее. Как вам известно, я сегодня, чтобы было интересно и мне тоже, Я буду петь и старые песни, которые почти забыты уже, И мне присылают письма, и мне халили, что у вас идет после такого-то слова. И я тоже прихожу в недоумение, потому что я сам забыл. Я, значит, начинаю где-то искать, смотрю, и вдруг вижу, что эту песню еще можно петь. Как она и прежняя, а тема не ушла. Так пыль отряхнешь, переменишь какие-то слова, переменишь немножечко музыку, чего-то допишешь, И снова поешь, так что можно песней, в отличие от человека, продлить жизнь. Вот если... Что вы говорите? Отчеты так же пишите. Так же отчеты? Я не думаю, что... Я сейчас немножко... Я сейчас немножко про другое говорю. Я говорю, что у песни, у песни, в отличие от человека, у нее более счастливая судьба. Я не знаю, как у ваших отчетов. А вот, например, человек, если он хороший, Он очень много нервничает, беспокоится за других людей, Помирает раньше, чем плохой.